Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим про индикатор Trader Dynamic Index, или TDI. TDI основан на стандартном индикаторе RCI, определяющем силу текущего тренда, или если хотите скорость изменения цены. Для сглаживания линий применяется алгоритм скользящих средних, а для оценки амплитуды колебаний используются полосы Боллинджера. Благодаря комплексному подходу, один только индикатор TDI можно использовать в качестве полноценной торговой системы. Собственно, благодаря системе Trading Made Simple он и обрел свою известность в качестве инструмента для определения текущего состояния рынка. Характеристики индикатора Trader Dynamic Index Платформа MetaTrader 4 Валютные пары EURUSD, FUNDUSD, AUDUSD, USDK, USDJ, EURUSD, 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 EURUSD. Таймфрейм 1 час-4 часа. Время работы круглосуточно. Настройки Период для расчёта индикатора RCI рекомендуется значение между 8 и 25, оптимальный период 13. Выбор исходной цены для Relative Strange Index по умолчанию используется цена закрытия. Период стандартного отклонения используется для расчёта границ волатильности, линий Боллинджера. Чем меньше значение, тем линии более чувствительны к изменениям. Сглаживание быстрой линии RCI. Способ сглаживания по умолчанию простое среднее. Период сглаживания медленной линии RCI. Способ сглаживания линии. Принцип работы. Зелёная линия является сглаженной линией RCI с небольшим периодом. Красная имеет больший период сглаживания и называется сигнальной. RCI в чистом виде не используется, его значения применяются только для расчётов быстрой сигнальной линии. Линии Боллинджера также строятся по показаниям RCI, но не сглаженных значений. Оранжевая линия средняя между верхней и нижней линиями канала. Собственно, три этих линии отображают силу рынка и текущую волатильность. Сигналы. Одновременный индикатор TDI показывает направление и скорость текущей тенденции. Или силу текущей тенденции. Почему мы уже определяем подходящий момент для входа в сделку. Несмотря на комплексную сущность, разобраться в работе индикатора достаточно просто. Нужно всего лишь уметь определять сигналы и понимать, что они означают. Направление тренда. В первую очередь индикатор можно использовать для определения текущего тренда. Зелёная линия выше красной сигнализирует об изменении краткосрочного тренда на восходящий. Когда зелёная линия опускается ниже красной, краткосрочный тренд сменяется на нисходящий. Жёлтая линия указывает на долгосрочный тренд. Большую часть времени она не выходит за границы 68 и 32. Когда линия отталкивается от этих границ, это сигнализирует о возможной смене тенденции. Сила рынка и волатильность. Индикатор также символизирует и текущей силе рынка. Обычно, чем больше уклон имеет зелёная линия, тем сильнее рыночные игроки. Если линия движется скорее горизонтально, чем вертикально, мы имеем дело с крайне инертным рынком. Расширение линий Бойленджера сигнализирует об увеличении волатильности. Сужение линий, наоборот, говорит об уменьшении волатильности и ослаблении рынка. При сильном сужении линий стоит ожидать выхода каких-либо важных отчётов, либо других новостей, способных резко двинуть рынок. В таких случаях лучше временно воздержаться от торговли. Торговые сигналы. Сперва рассмотрим тактику для скальперов. Если вы торгуете с короткими целями, открывать сделку на Бай нужно, когда линия зелёного цвета пересекает красную линию в направлении восходящего тренда. Аналогично, сделку на продажу открываем, когда зелёная линия оказывается ниже красной. Для более консервативных трейдеров в позицию на покупку стоит входить только, когда обе линии находятся выше жёлтой. Соответственно, в случае с продажей зелёная и красная линия должны быть ниже жёлтой линии. Также есть вариация стратегии для среднесрочных позиций с временем удержания сделки от нескольких суток до нескольких недель. Правила те же, что и для консервативной стратегии, за тем исключением, что все три линии должны находиться выше уровня 50 в случае покупки и ниже в случае продажи. В идеале, Боллинджер должен свидетельствовать о повышении волатильности, то есть линии должны расходиться. Трейдинг made simple Теперь переходим непосредственно к нашумевшей торговой стратегии. Кроме самого индикатора TDI, мы будем использовать хейки наши и стахастик. Входить в позицию на покупку стоит, когда зелёная линия пересекает красную снизу вверх в течение первых двух свечей хейки наши. То же самое, только наоборот, для продажи. То есть оба индикатора должны показать смену тенденции примерно в одно и то же время. Для подтверждения используем показания стахастика с параметрами 8.3.3. В случае покупки стахастик должен находиться в зоне перепроданности, в случае продажи – в зоне перекупленности. Если стахастик находится в пространстве между уровнями 80 и 20, смотрим на наклон линии. Наклон стахастика должен составлять больше 30 градусов в направлении основного сигнала. Выходить из сделки стоит тогда, когда зелёная линия начинает перегибаться или показывать признаки разворота, становясь горизонтальной. Стоп-лосс ставим на минимуме или хай две свечи назад, но не меньше 20 пунктов. Тейк-профит ставим в два раза больше от стоп-лосса, как правило это около 40 пунктов. Тут можно комбинировать два подхода, например, разбивая позицию на две части. Одну часть закрываем по сигналу зелёной линии, на вторую устанавливаем тейк-профит. Рассмотрим несколько примеров на графике аж 4 или 4 часа евро-доллар. Здесь мы получили сигнал в первых двух свечах хейки наши. Стохастик при этом показывает уклон больше 30 градусов. Устанавливаем стоп-лосс на уровне максимума, две свечи назад и тейк-профит на расстоянии 40 пунктов. Пересечение зелёной и красной линий произошло на первой свече хейки наши. Стохастик находится в зоне перепроданности. Стоп-лосс ставим на расстоянии 20 пунктов. Тейк-профит на расстоянии 40 пунктов. Пересечение произошло в первых двух свечах. Стоп-лосс выставляем на локальном экстремуме. Тейк-профит на расстоянии 60 пунктов. Сделку мы закрыли по сигналу индикатора. Но как мы обсуждали ранее, в некоторых случаях можно разбивать позицию на две части. Первую закрываем по тейк-профиту, вторую по сигналу. Если стоп-лосс находится между уровнями 20 и 80, и при этом не имеет чётко выраженного направления, сигналы TDI мы игнорируем. Если же Стохастик заходит в зону перекупленности или перепроданности, на угол наклона мы не смотрим. Автор утверждает, что по прошествии времени любой может достигнуть показателей 85% успешных сделок, торгуя по описанной методике. Некоторым удается получать даже лучший результат, торгуя по одному только индикатору TDI. Для получения более качественных сигналов можно дополнительно использовать более мелкий таймфрейм. То есть сначала получаем сигнал на часе или 4 часа, а потом переходим на 5 минут или 15 минут и ждём сигнала в том же направлении. Закрываем сделку по тем же правилам, но на мелком таймфрейме. Индикатор TDI работает сам по себе, но с помощью дополнительных фильтров или другого таймфрейма мы можем получить более качественные сигналы, чтобы торговля была максимально эффективной. Вы можете придумать собственный фильтр или использовать один из предложенных. У каждого из нас имеется некоторый собственный индикатор, работать с которым комфортнее всего. Видео записано специально для сайта TradeWalkaPro. TradeWalkaPro возможно лучший сайт от торговли на Форекс. Спасибо за внимание и до новых встреч!